Всем привет, с вами Ford и сегодня мы продолжаем обзор автомобилей в игре City Car Driving. На этот раз мы посмотрим на заряженную версию Volkswagen Golf GTI. Очень известная модель, выпускается с 1976 года. Это последняя у нас генерация 7, выпускается с 2013 года. Вот так она у нас выглядит внешне. Решил провести тест-драйв ночью, как раз дождь пошел, потому что многие мне писали, почему ты только делаешь свои тест-драйвы днем. Я решил пойти на уступки своим дорогим зрителям и выпускать в разное время суток и разную погоду тест-драйвы. Вот так вот у нас выглядит салон. Не знаю хорошо ли вам это все дело видно, все-таки ночь, но тем не менее сама подсветка работает, все отлично. Видим дисплей тоже такой большой, уже новый. Вот, ну да ладненько. Внешность это конечно хорошо, но настроим нашу сидушку. Пристегнулись, снялись с ручничка. Поехали. Так, надо включить дворники. А ну-ка, 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 как он поедет? Ну, пока что бодренько. Наверное, включим дальний свет. Немножко, конечно, будем нарушать, не совсем это правильно, но тем не менее сейчас большинство машин, по крайней мере новых, есть автозатемнение, поэтому слепить мы не должны. Разве что встречку, но на встречке мы будем это все дело отключать. Автомобиль у нас двухлитровый, мощность 220 лошадиных сил. То есть, мощности достаточно много. У нас шестиступенчатый робот, то есть... Он... В чем вообще прикол робота? Он получается... И у него есть все плюсы механики, то есть быстрое переключение, экономичность. Это с одной стороны. С другой стороны, мы получаем прелести автомата, то есть... Автоматически переключаются передачи, мы ничего не дергаем. Таким образом, ну, получаем в некой степени больше комфорта от вождения. Из минусов, можно сказать, именно конкретно вот есть вопросы к автомату DSG, к роботу DSG, потому что очень многие жалуются на фольксвагенскую технологию, что она быстро выходит из строя, что там 100 тысяч пробег и уже все, коробку меняй, там туда-сюда. Отчасти это легенды, отчасти правда, то есть... А золотая среди... А сама по себе правда где-то посредине. Потому что, ну, не могут машины прямо аж так часто ломаться, как они их рассказывают, точнее, коробки. Это что-то сродни, как на Range Rover говорят, что вот купил Range Rover, готов путь в автосервис, что они быстро ломаются и все такое. Но мы же сами по логе понимаем, что автомобиль тоже Range Rover стоит очень много денег, и поэтому вот просто так он ломаться, ну, не должен. Поэтому немножко переигрывать в этом плане, я считаю. Сейчас выйдем на небольшую прямую, попробуем замер сделать первый. Будет он не совсем точным, почему? Потому что все-таки погода не совсем та, автомобиль переднеприводный и может немножко пробуксовывать. Но все равно мы попробуем, посмотрим, замерим. Ну, давайте попробуем, например, вот на этом участке. Будем стартовать, конечно, что с лаунча. С лаунча, я напоминаю, это когда тормоз держится и газ держится, потом тормоз резко отпускается, машина едет. Итак, RaceLogic у меня включен. До 8000 почти крутится. Итак, пошли, 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 гоу, гоу, гоу. Букса не было, ESP отлично работает. Итак, за 5 секунд у нас до 100. Давай, 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 родная. Ох, носит нас. Почему я не тормозил? Я хотел замерить также эквотер сразу, потому что не факт, что потом бы получилось. Итак, у нас получились следующие замеры. До 60 за секунду 65, это реально быстро. Потом до 100 за 5.06, то есть 5 секунд. И эквотер за 14.04, это тоже очень быстро. На выходе у нас 150 километров было. Действительно горячая машина. Среди конкурентов хотелось бы отметить такие автомобили, как Ford Focus ST, Honda Civic Type R, Opel Astro OPC и тому подобные. Так, ну что, попробуем еще раз замерить. Здесь может нам уже и получится разогнаться уже до 160, тоже сделать замер. Итак, все это дело делаем с лаунча. Так, и так, и так, и так, и так, и так. Давай, 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 давай. О! Пошла, 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 пошла. Достаточно быстро, бодренько разгоняется. Давай, родная 140, 150 Ну, 160 есть Так, все замеры есть Итак, у нас Получилось 6.85 до 100 Ну, это то, о чем я говорил, что автомобиль Переднеприводный Погода не совсем позволяет Поэтому иногда могут быть такие овлики Также до 60 за 3.41 До 160 за 15.83 Квотер 15.65 И на выходе у нас 160 Примечательно то, что Прошлый замер был на выходе У нас получился квотер 150, но не 160, как сейчас Но, тем не менее, он был быстрее проехан За 14 секунд, что-то типа того Милиция аккуратненько, но мы вроде Не особо нарушаем 100 км в час Машина очень интересная Мне очень нравится Кстати, сам по себе мод платный Спасибо человеку, который предоставил мне этот мод Спасибо большое Сергею Матвееву, который является моим заместителем на канале Топ Рейсис За предоставленные тоже моды Он старается ищет новые моды И тому подобное Спасибо тебе, Серёга Вот Также, ребята, хочу напомнить Если у вас игра зацепила или понравилась Не стесняемся Переходим по ссылке в описании К этому видео И покупаем её А мы, наверное, сейчас поедем На разворот И попробуем ещё раз делать замеры динамики Потому что Я показал пока что 5.06 Вот А хочется Ищет 4 с чем-то показать Если получится, конечно Не факт Но надо пробовать Всегда надо пробовать Вот И что тогда получится Автомобиль Такой, знаете Достаточно управляемый Немножко расскажу По управлению По подвеске Подвеска, понятное дело Что жёсткая У обычного Гольфа Она будет намного мягче Но Тем не менее Так Так Пробуем ещё раз замер Так У нас тут горка Давайте немного Вперёд проедем Чтоб на ровном месте Вот так вот И так Надеюсь Встречной машине Нам не помешает Итак Поехали И И И Давай 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 Нет Не побили мы рекорд И разогнаться здесь Особо тоже негде Потому что эти машины Везде Постоянно мешают 5.29 Мы разогнались До 100 И Секунда 98 До 60 Хотя В принципе Это тоже Неплохо По паспорту Да и по паспорту Там что-то Около 5 секунд У Этого автомобиля Также Хотелось бы Отметить Что У нас GTI На 220 сил А есть Модификации Спецовые Называются GTI Performance У них Мощность 230 Лошадей Немножко Помощнее Будет Машина Но Это Не Golf R Потому что Дальше Еще есть Мощнее Volkswagen А именно Golf R Который Выдает 300 Лошадей Который Является Полноприводным То есть Это Вообще Дурная Машина И Далеко Не каждый Наверное Сможет С ней Справиться Тормоза Кстати Отличные АБС Работает Тоже Корректно Потому что Очень часто Бывает Когда Тормозишь Даже На небольшой Скорости Автомобиль Сносит Заносит При работе АБС Что не Есть Хорошо Робот Кстати Переключает Передачи Тоже Очень И Очень Плавно Очень Приятно То есть Нету Никаких Рывков Ничего То есть Если Мы Едем Но На педальку Жмем Мало Он Едет Медленно Если Мы На педальку Немножко Больше Прижимаем Он Соответственно И Обороты Выше Автомобиля Проявляется Так Ну Давайте Немножко Проедем По городу Посмотрим Что Здесь Как Здесь Машина Вообще Машина Позастренируется Конечно Как Городская Можно Ездить По Междугородке Но Тем Не Менее Комфортнее Всего Было Есть В Городе Потому Что Если Ехать Там Куда То Далеко Допустим То Подвеска Не Совсем Позволяет Комфортно Перемещаться Скажем Так Плюс Автомобиль В своем Классе Один Сам Больших Но Тем Не Менее Сам По Себе Он С Класса То Машина Небольшая И Тоже Не Совсем Комфортно На Небольших Автомобилях Перемещаться На Длинные Дистанции Ну По Крайней Мере Это Такое Мое Субъективное Мнение Так У нас Пробочка Небольшая Ну Как Пробочка Светофор Просто Давайте Давайте Едем Ребята Время Тест Драйва Идет Если Сравнивать С Конкурентом Мне Эта Машина Больше Всего Нравится Потому Что Opel OPC Она Дешевле Но Тем Не Менее Больше Вопросов Качеству По ломкам Honda Type R Это Такой Я бы Сказал Honda Civic Type R Такая Своеобразная Машина Поэтому Ну Скажем так На любителем Поэтому В этом Классе Да и Вообще Гольф Всегда Ну Даже Самый По себе Класс С Класс Надо Называть Гольф Классом То есть В честь Машины Одной Модели Одного Произведителя Назвали Целый Класс То есть Это О многом Говорит Высокий И Я согласен С тем Что машина Хороша Так Ладненько Где то Здесь Остановимся Не будем Больше Ничего Тестировать Заедем На пробку Так Ладненько Ребята На сегодня Все Пишем Комментарии Как вам Мои видео Понравились Не понравилось Какие еще Машины Хотите Увидеть Ставьте Лайки Дизлайки Всем всего Хорошего И пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует